всех приветствую эта рубрика про акварель в предыдущем видео мы говорили про акварели про пигменты в этом видео по логической цепочке перейдем к палитрам хочу поговорить про палитры какие они бывают какие есть плюсы какие минусы и помочь вам с выбором оптимальной палитры если вы находитесь в поиске если вы не видели предыдущие видео про пигменты в акварели вы можете по хэштегу ds про акварель перейти и посмотреть его что касается палитр сейчас великое множество и разнообразие есть стандартные наборы уже акварели где в принципе уже имеется встроенная палитра чаще все эти наборы пластиковые сейчас еще есть металлических очень много почти у каждого производителя вот но например при сборе какой-то своей личной палитры может быть вам нужно более что-то компактное или вам нужно что-то вмещающие наоборот большее количество красок пластик металл керамика то есть вот это все мы сейчас обсудим начну я с металлических самый компактный например вот такая палитра а точнее это набор красок акварельных который это рембрандт который был изначально из 12 цветов сюда помещаются как полу кюветы так и полные кюветы я использовала сначала 12 потом просто подобрала оптимальный для себя какой-то такой travel набор который можно взять с собой легко и поместила их сюда при желании можно поместить и больше чем она хороша она компактная она легко моется потому что это металл и с него легче краска убирается есть два отделения для смешивания красок одно вот такое плоское второе уже более глубокое ну то есть для такого набора смешивать хватит а если взять например какие-то минусы но вот со временем можно обнаружить какие-то небольшие коррозии но это не принципиально и в принципе никак не влияет на работу такой палитры хватит надолго она компактная удобная если вам нужен такой же вариант но больше существует на большее количество красок палитры они есть сейчас у невской палитры если вы покупаете краски стандартные наборы какие-то да даже у санет сейчас есть такая палитра то есть это вот такой вариант то есть то же самое только в два раза больше здесь уже четыре отделения и здесь соответственно больше здесь у меня находится полные кюветы от белых ночей то есть соответственно их можно размещать также и полу кюветы и они соответственно их будет больше то есть у меня был момент когда в принципе в такой палитре находилась более 30 цветов она была вся заполнена полу кюветами и в принципе содержала огромный набор красок если это актуально мыть ее тоже легко ну то есть соответственно принцип тот же такой же вариант может быть в разных цветах вот это например нет тронутый скажем так пока вариант то есть что внутри внутри находится вот такой металлический поддон который вытаскивается вы можете сюда поместить ваши кюветы как я уже говорила и маленькие и полу и есть такие зажимы которые позволяют краски не кюветом не двигаться не ездить по вот этой вот поэтому пеналу скажем так вот сюда можно положить например кисть при желании ну или дополнить все это просто до отказа красками зависимости от ваших потребностей это металлические бывают они еще больше на 36 цветов ну то есть соответственно если это полу кювета поместится больше то есть размеры на выбор бывают разные пластиковые герметичные палитры например миджелла всем известная серия фьюжн которая есть у большинства художников акварелистов она действительно удобно и что немаловажно герметично то есть ее ну скажем так производственные особенности в том что она закрывается герметично и позволяет краскам дольше оставаться увлажненными то есть они не засыхают так быстро как если в других негерметичных палитрах если это вам необходимо есть вот такой дополнительный поддон который снимается его можно мыть то есть можно разводить краски и здесь прозрачность чем для меня плюс например вы можете развести краску она здесь не особо скатывается и прямо приложить к листу и увидеть как это будет выглядеть на листе также можно делать замесы еще и здесь но еще два дополнительных момента это вот здесь то есть если вы размещаете по тепло-холодности то есть тут холодный тут теплый то можно здесь смешать холодный здесь тепло здесь что-то еще это 18 цветов бывает на 20 цветов она чуть побольше и вот здесь несколько отличается а бывает с дополнительным вложением вот сюда для еще но идентичным вот такому то есть вы можете иметь до 40 даже цветов то есть ну и цветовое решение зависит от нас она есть в разных вариантах то есть вот еще один вариант точно такой же палитры розовый новый я еще не использовала то есть абсолютно такая же палитра просто другого цвета в принципе она не очень маленькая не очень большая если вы работаете дома то я думаю что про размеры особо беспокоиться не стоит главное чтобы у вас было пространство где вы можете смешивать краски не мучиться еще один пластиковый вариант у меня есть вот такая палитра я ее покупала за какие-то очень такие символические деньги она стоила около трех с половиной евро и я решил ее просто попробовать потому что мне понравилось что она по сравнению с менжелла компактнее то есть это можно видеть и она легче но она не герметично то есть она совсем такая простая но при этом в нее помещается 20 цветов и вот эти вот разделы для выдавливания красок это все-таки для красок из тюбиков они более такие то есть они стандартного нормального размера здесь есть пять вот таких отделений для смешивания красок то есть тоже можно разместить теплой холодной или как вам вздумается если вы любите рисовать или например посещать пленэр это вы можете всегда делать это вот так то есть вы можете одеть ее на руку и вам не придется вот как-то мучиться она будет на руке прекрасно держаться и вы можете смешивать краски единственное что меня напрягало это то что мне казалось что вот такой пластик он будет очень сильно окрашиваться не вымываться но я ее уже тестирую наверное месяца два и мне никаких проблем в этом плане она не принесла то есть она нормально отмывается абсолютно цвета на ней смешиваются довольно таки хорошо то есть мы можем прекрасно видеть тон который мы намешали он прям такие уж капли не собирается чтобы вообще не разглядеть что получилось и в принципе довольно таки хорошо себя ведет если у вас например нет необходимости или какой-то вот эстетически эстетического такого момента моя палитра должна быть чистой то можно оставлять краски замеса прямо здесь ничего страшного если вы хотите сохранить палитру чистый все таки то могу посоветовать вот такой вот вещь это губка чаще всего они продаются в супермаркетах в обычных то есть это вот такой вот вариант им можно для очищения вот каких-то досок для маркеров для еще чего то для очищения может каких-то поверхностей не могу сказать точный состав к сожалению но используется она без чистящих средств просто вы берете эту губку воду и она именно очень хорошо снимает вот какие-то такие составы и у меня например именно с ее использованием палитры остаются чистыми меджела который предыдущая я ее еще тогда не использовала эту губку то есть просто не мыла палитру практически оставляя на ней какие-то там замесы в данном случае могу порекомендовать то есть она прекрасно очищает моется и действительно будет сохранять вам палитру чистый если вы любитель больших форматов и вам нравится например когда есть действительно пространство где можно вмешать много то могу порекомендовать вот такой вариант это пластиковая палитра они сейчас в огромном изобилии есть как в таком исполнении так немного и в другом она действительно большая то есть это видно вот но если вы действительно рисуете на большом формате или вам вот просто нужно место и вы делаете это дома то или в студии не знают это прекрасный вариант почему потому что здесь есть вот такие вот отделения куда вы можете выдавить краску их тут 8 здесь есть еще восемь вот таких больших отделений вы здесь можете краску или смешивать или еще сюда дополнительно выдавливать и есть вот такие круглые довольно таки вот мы видим глубокие отделения где вы можете делать замесы где например в составе будет больше воды большие замесы да где вам будет проще не не смешивать каждый раз пытаясь потом вернуть вот подобрать тот оттенок который у вас был то есть можно сразу делать большие замесы и в формате да и большом и маленьком это удобно но моется она также прекрасно и вот этой губкой сильно на ней краска не скатывается если есть какие-то потребности в том чтобы краска все таки не сильно вот в такие вот капельки скатывалась можно немножечко пройтись например ну той же сода и она немножечко нарушит фактуру скажем так текстуру целостность пластика и будет этот эффект меньше но и въедаться будет больше вот вот такой вариант это у нас пластиковая большая палитра ну и такой вариант еще есть как керамические палитры их сейчас великое множество изобилия но это такая она небольшая совсем маленькая палитра в форме вот такого цветочка тут по моему 7 отделений да и антики довольно глубокий чем хороши керамические палитры но с точки зрения эстетика я некрасивые они абсолютно не страдают от того чтобы в них видался пигмент то есть они легко моются чем плохи ну вот их можно разбить то есть я при мытье просто вот как-то отколола этот кусок его конечно приклеил но я и практически не пользуюсь но тем не менее удобно дома да и бывают они разные сейчас очень много вариантов бывают разных размеров форм с разным количеством отделений поэтому если вам нравятся керамические палитры то этот вариант очень даже неплохо если вам нравится опять-таки подобные варианты вам нравится что они легко смываются но вы не хотите например в это вкладывать свои деньги то есть вот такой вариант это обычная белая тарелка она должна быть именно белой почему потому что вы должны видеть цвета которые вы смешиваете то есть керамическая или фарфоровая то есть вот что-то такое куда вы можете выдавить свои краски или просто из кювет брать и смешивать ничем собственно она не отличается от аналогов керамических палитр которые предлагаются но единственно здесь не будет может быть каких-то разделений на отсеке но хотя бывают и тарелочки даже тоже с какими-то вот отдельными сегментами поэтому никаких проблем не будет то есть обычная белая тарелка прекрасный вариант вот собственно вот такая история про палитры и у меня этого варианта нет но есть такой вариант как палитра бумажная она из себя представляет непростую бумагу бумагу со специальным покрытием и ее особенность в том что пигмент краска она не будет проваливаться скажем так в бумагу и будет оставаться на поверхности позволит вам смешать цвета на ней они одноразовые то есть попользовались и выбросили плюс в том что вы можете именно на бумаге видеть какой у вас цвет получился потому что палитра не всегда на сто процентов аутентично передает тот цвет который на бумаге минус в том что это одноразовая то есть попользовались соответственно вам больше не нужна берете следующую я как-то для себя вот больше склонна к пластику или металлу поэтому бумажными палитрами я не пользуюсь какие палитры больше нравятся вам выбирать вам надеюсь что это небольшая экскурсия по вариантам палитр вам было полезно ну и если вы например только собираетесь покупать какой-то набор акварели особенно хороший профессиональный также при покупке учитывайте этот момент то есть смотрите какая палитра будет в этом наборе пластиковая металлическая будет ли вам это удобно и исходя из своих предпочтений можно уже сразу купить готовый вариант два в одном и палитра и краски в принципе она так сейчас происходит в основном хорошего вам творчества выбирайте удобную для вас палитру и творите с удовольствием вот и 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 вот Продолжение следует...